Всем привет! Давно не виделись, не слышались. Были обстоятельства, кто следил, тот знает. Ну и я думаю, самое время пришло подвести итоги конкурса на IDE GoLand, который уже длится бог знает сколько, дольше, чем я планировал, все из-за обстоятельств. Значит, итак, я думаю, будет больше участников, но участников всего лишь 10. Вот они, number, то есть мы по этому числу ориентируемся. От 1 до 10. Вот они, вы видите, ссылки на GIST. Значит, что надо было сделать? Нужно было подписаться на канал, поставить лайк, присоединиться к группе Telegram или ВКонтакте и реализовать замыкание, функцию типа замыкания, но чисто для галочки, потому что у меня есть один из уроков, который рассказывает про тип замыкания в Go, поэтому можно было скопировать и все. Все просто. Итак, 10 участников. Мы сейчас, значит... Да. Вот я тут потестил. Я тут тестил, знаете что? У меня возник вопрос. Вот от 1 до 2. Двоечка входит в скоп? То есть это включительно или не включительно? И я вот потестил, и оказалось, что включительно. Вот. Поэтому мы берем... Обновим сайт. Обновим сайт. От 1 до 10. От 1 до 10. И поехали разыгрывать купоны на IDE GoLand. Причем купонов у меня 4. Я вообще планировал разыграть 2 и потом еще 2. Но поскольку активность низкая, давайте разыграем все 4, чтобы было интереснее людям, которые участвовали. Да, чтобы было больше смысла. Поэтому поехали. 4 купона. Номер 3. Вот он. Влад Попов. Congratulations. Да. Поздравляю. Поехали дальше. Номер 10. Роман. Отметили. Номер 8. Номер 8. Пикабу. Три купона есть. И... Номер 1. Худоберганов. 4. Теперь давайте посмотрим на решение. На замыкание. Здесь что-то много всего. А где замыкание? А где замыкание? Маршрутка. Я вообще не вижу замыкания. Нигде. Вообще не вижу. А где? Где эта штука? Где замыкание? Ну, замыкание я не вижу. Просто лазить по всему этому. Так себе удовольствие. Так себе удовольствие. Сейчас я еще проверю в телеграме, конечно. Так же, что там был тег конкурс. Да, ссылка правильная. В телеграме. В телеграме ссылка правильная. Маршрутка. Но здесь я не вижу где-то четкую, четкую функцию замыкания. Здесь какой-то дикий репозиторий. Да. Все, окей. Заново. Ресет. Генерейт. Два. Цифра два. Отмечаем. Проверяем дальше. Проверяем дальше. Замыкание есть. Проверяем дальше. Влад Попов. Проверяем. High Order Function. Cards. И здесь доступ внутри функции Cards. Работает. Замыкание есть. Проверяем дальше. Пикабу. Result. Result. Even. I. I отсюда. Да. И тут Value. А, ну нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь да. Да. Здесь есть замыкание. Едем дальше. And Raven. Fibonacci. Замыкание. Все? Хорошо. Вот. Вот здесь в репозитории я не нашел. Замыкание. Все. Четыре купона. С победителями. Я свяжусь через Telegram. Всех поздравляю. Все они собраны через группу в канал. Через Telegram. Поэтому остальные правила точно выполнены. Всем спасибо за участие. Новые ролики сейчас уже начинают. Начинают делать. Начинают делать. Система заметок будет. Будет продолжение. Будет Docker. Будет GitHub Actions. Будет Deploy. То есть Continuous Integration. Continuous Deployment. Будет. Продолжим. Go Advanced. И обязательно придумаем что-нибудь новенькое. А мы продолжим еще дописать Docker PlayStation. PlayStation. Как-то там Docker Station. А Docker Station это аналог. Не аналог точнее. А то, что мне сказали. То, что это приложение для запуска Docker. Образов быстрое. Развертывание приложений. Там Postgres и RabbitMQ. Которые сказали, что это в комментариях. Кто-то написал, что Docker Station то же самое. А нет. Не то же самое. Вообще идея другая. Вот. Его тоже продолжим разрабатывать. В общем следите. Все. Я вроде вернулся. Вроде оклемался. В целом все нормализовалось. Всем большое спасибо за теплые слова в Телеграме. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok